Да нет, в голове сидел матч, вчерашний Реал в ПСЖ, я тоже Реал вел 2-0 и буквально за 2 минуты до мяча, поэтому концентрацию старались сохранить до последней секунды до финального ССК. Перед игрой, когда появился состав Реона, номинально было 30 центральных защитников, но по сути Денайер играл в опорной зоне. Это как-то удивило команду или вообще не сильно было важно? Да нет, мы оттолкиваемся от своей игры, в принципе. Хилл, самые напряженные моменты лично для вас, самые опасные? Ну, начало второго таймера, своеобразный навал, в принципе, мы ожидали этого, вот, и отрезали там 10-15 минут, очень важно было не отпустить их, в принципе, сдержали их и задели год. А то, что сели, это больше токсическая такая задумка была, или просто тяжело в такой интенсивности играть? Ну, слушайте, у Леона классные игроки, вот, поэтому, ну, они тоже трудновили, они бросили все силы, и нам пришлось держать этот блок, это бывает. В первом тайме болельщики скандировали имя вашего брата, и ваше имя как-то это заряжало энергией, или вы весь в игре были? Ну, я весь в игре был, я слышал, спасибо большое. Старался следить за последний матч. Николай, действительно, вы сегодня провели первый матч на ноль в Лиге Чемпионов? Да. Для вас, насколько это важно? Ну, на ноль всегда приятно играть, но главная победа, естественно. Ну, на ноль в двойне, естественно, любой ворота переживает. Думаю о том, чтобы сохранить свои ворота и непропроценности. Ну, сегодня были моменты у Леона, когда действительно было тяжело сохранить ворота? Ну, я не знаю, надо посмотреть. То есть, там обзор будем просмотреть как-то друг друга. Я не знаю, мне, стоя в рамке, тяжело смотреть на этот вопрос, на сколько опасных моментов у Леона. Переди матч со Спартаком, что от него ждете, учитывая, что Спартак сейчас стал середняком? Спартак – это Спартак, он не середняк. Никогда не будет. Команда, которая для любой другой команды является, наверное, одним из самых главных мотиваторов. И настрой особенный на эту команду. У любой другой команды нельзя так говорить. Это неуважительно, во-первых. Во-вторых, Спартак – это Спартак. После победы «Зенит» над Леоном теперь шансы серьезно поднялись на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. На что у нас стоит перед последним матчем с «Гринфикой»? Может, и ничьей хватит даже? Ну, на победу, если у нас точно можно ставиться. Вообще, как можно поедать-то? Насравится на ничьей. Как на победу? Спасибо.